Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. «Отмашку дали на уборку урожая. Верим в то, что будет урожай больше, чем в прошлом году». Вести с полей. Глава города дал старт массовой уборке озимой пшеницы. «Здесь должен быть детский сад. Мы хотим слышать детские голоса». Бизнес с социальной безответственностью. Анапский застройщик наперекор администрации и местным жителям строит парковку на земле, предназначенной под детский сад. «12 июня российский флаг взвился над крепостными стенами турецкой тогда еще крепости Анапы». Как русские солдаты турецкую крепость брали. Хронологию военных событий двухвековой давности восстановили историки для станичных школьников. В полевых условиях. Глава Анапы сегодня дал старт массовой уборке озимой пшеницы. Причем не наблюдая со стороны, а лично управляя комбайном. Процесс сбора бункера пшеницы руководителем города-курорта запечатлела наша съемочная группа. «Сколько планируешь снять?» «Я думаю, не меньше 50, это точно». «50? А в прошлом году сколько было?» «52,4 было, по-моему. «52,4?» «Да». «Я думаю, не меньше.» «И погодные условия соответствуют. Все соответствует. Максимально быстро надо убирать. И Вениаминович ставит такую задачу, пока погодные условия соответствуют, надо убирать. Тем более она уже осозрела. Вот мы кола взяли. «Дет влажность, Юрий Федорович, 13,4. Это отличная влажность». В поле агрофирмы «Гастагай» участники выездного комитета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса Совета депутатов. Глава Анапы приехал пожелать хлеборобам благоприятной погоды и достойного урожая. Руководитель хозяйства и одновременно председатель профильного комитета Геннадий Демурчев, как и все аграрии, в цифрах немного недоговаривает. Сначала надо убрать это золотое богатство, а уж потом хвалиться результатом на все про все 10 дней. «У нас 5 комбайнов стоишь. Каждый год мы берем по программе, 25% правительства погашает, от стоимости до сурчидирует. Мы берем уже 5 комбайнов. И это нам, конечно, помогает стабильно за короткий срок убрать». Юрий Поляков не отказался сесть за руль сельхозмашины и внести свой вклад в сбор урожая. Главное преимущество умной техники – она позволяет убрать пшеницу с минимальными потерями. Заполнив бункер пшеницы, глава дал хороший старт жатве. «Для Анапского района сегодня есть определенный праздник. Отмашку дали на уборку урожая. Верим в то, что будет урожай больше, чем в прошлом году. Лично опроверил, а собрал один бункер. Все работает. Утверждаем, это так же. Утверждаем, да. Хорошая пшеница. Спасибо, Юрий Петрович. В присутствии именно дают вдохновение всем агропроизводителям города Курок-Ранапа. И я думаю, что те планы, которые стоят перед нами, будем тороподобрать». «Я лично вам желаю успеха и даю команду начальника управления сельского хозяйства начинать уборку во всем районе. Спасибо большое». А зимой пшеницей в Анапском районе засеяно около 9,5 тысяч гектаров сельхозугодий. И если не подведет погода, то управиться аграрий планируют в течение 10 дней. Кроме того, уже убрано около 700 гектаров азимого ячменя. Анапских медиков поздравили с профессиональным праздником в стенах городской администрации. 2018 год стал знаковым для учреждений здравоохранения города Курорта. Новое оборудование, приток молодых квалифицированных кадров и модернизация системы диагностирования. Все это положительно сказалось на качестве медицинских услуг. Фельдшеры, врачи, медсестры и акушеры – непростой труд каждого отметили грамотами и благодарностями главы города. «Ваши лица, ваши глаза говорят о многом. Когда-то вы выбрали эту профессию, когда-то вы встали на этот сложный профессиональный путь, путь медицинского работника. Он непростой, он очень сложный. Работа с людьми – это самое сложное, что есть у нас. Но, тем не менее, вы держите планку». Врач – это не просто профессия, а призвание всей жизни. Так считает Эльвира Черноусова, инфекционист по образованию. Ее общий трудовой стаж более 60 лет. Даже на заслуженном отдыхе не расстается с медициной. Пишет книги по врачебному профилю. Благодаря таким увлеченным людям, молодым специалистам сегодня и есть с кого брать пример. «Самое главное – это разобраться, узнать, поставить диагноз, а тогда уже проще. И это системы поддержки плечо, коллег, Москвы, Краснодара. В любое время можно проконсультироваться. Жизнь человеческая – это, вы знаете, вот сколько в глаза приходилось смотреть. И когда они выздоравливают, это такое счастье». С профессиональным праздником врачей поздравила и наша телерадиокомпания, презентовав фильм об анапских медиках. «Ответственный труд медицинских работников требует полной самоотдачи, а также таких важнейших качеств, как доброта, отзывчивость, милосердие. В Анапе активно развивается профилактическая медицина. В городском центре здоровья ежегодно получают консультации более 30 тысяч человек. Доброй традицией стали Дни здоровья для детей и взрослых. Масштабные акции ежегодно посещают тысячи жителей сельских округов, которым теперь не надо добираться в городскую поликлинику. Специалисты приезжают к ним сами, проводят консультации, делают анализы и обследования. «В этом году и в конце прошлого года нами получено достаточно много оборудования. Основное направление, конечно, это диагностическое оборудование. Мы говорим о сокращении времени исследования, о более качественной картинке проводимого исследования, о более комфортной работе для медицинских работников, как врача, так и среднего персонала». В городе-курорте работают более двух тысяч врачей и сотрудников младшего медперсонала. Администрация Анапы поблагодарила каждого за их нелегкий, но такой благородный труд. Произвол и наглость. Других определений действиям анапского застройщика «Очка» с у жителями к району 3Б нет. Люди возмущены. На их глазах на муниципальной земле появился забор, потом стоянка, а теперь заходит большегрузный транспорт. Борьба за участок перешла в залы суда. На одной стороне администрации и жители города, на другой – неуемная жажда наживы. «Душа болит. Вот сердце кровью обливается, когда смотришь на это чудовище. И что для деток нету никаких условий. Для деток. Здесь должен быть детский сад. Мы хотим слышать детские голоса. Понимаете, мы хотим, чтобы здесь оккультурено было, красиво было. Дальше школа у нас должна быть. То есть вот это само место, оно предназначено для этого. Там он прихватил 3 метра, теперь еще он прихватил более 30 метров, теперь вот еще. Так мы так дойдем до конца, и у нас ни садика, ни школы не будет». Все отчаяние людей в этих словах, выросший за 10 лет микрорайон, задыхается от нехватки социальных объектов. И вот теперь, когда перспектива строительства садика и школы стало реальной, готовы все документы. На святое покушается застройщик. Хорошо известна его фамилия и тактика. Действуют нахрапом. На муниципальной земле ставит ограждение и отсыпает стоянку. Но самое удивительное, как орешки щелкают судебные иски, Фемида всегда на его стороне. «Стоит только, как говорится, одну лапу занести, а потом и хвост затащить сюда. Нет, я считаю, что не надо его. Вот пускай бы он вагончики все эти убрал, а уж забор бы мы, если нам надо было огородить, мы бы сами поставили. Я не верю в то, что у него благие намерения. У него их нету благих намерений». Между тем, в благих намерениях застройщика якобы уверены жители его многоэтажек. Вот этих 20-этажных монстров. Вот цитата из письма, которые сейчас активно рассылают по сети интернет. «Они также будут водить своих детей и внуков в детский сад, который появится на расчищенном от помоек пустыре, на огороженной сейчас площадке. Это будет второй детский сад, построенный компанией «Вюнконсервис» для города-курорта Анапа. Первый на 80 мест вы уже видели рядом с домами ЖК Рио. Он будет сдан в конце этого года. Точно будет сдан». О меценатах «Вюнконсервиса» пора слагать легенды, особенно в части детских садов. Как раз под предлогом строительства садика в 2007 году и начался масштабный захват микрорайона. В 2007 году между администрацией города-курорта Анапа и ООО «Вюнконсервис» был заключен договор социального и делового партнерства, где администрации предоставлялся земельный участок площадью 7676 квадратных метров для строительства многоквартирных жилых домов. За счет этого юрлицо должны, обязались построить детский сад на земельном участке площадью 4773 квадратных метров. Так где же детский сад на 200 мест? Строить его никто не собирался. В том же 2007 году застройщик идет в администрацию за объединением даже не двух, а сразу четырех участков. Чего мелочиться? Администрация отказывается, потому что законных оснований нет. В «Вюнконсервис» выходит в суд, и решением суда администрацию обязывают предоставить в аренду, сформировать по новой, предоставить в аренду полтора гектара земли для строительства многоквартирного жилого дома. В итоге, получается, в «Вюнконсервис» строят один многоквартирный дом, второй многоквартирный дом. На месте детского сада ведет строительство третьего многоквартирного дома. На сегодняшний день начинает рыть котлован на вот этом участке четвертого многоквартирного дома. Детский сад, якобы детский сад, строится в границах вот здесь. Детский сад на 80 мест. Все разрешения на строительство были получены «Вюнконсервисом» по решению суда, введены в эксплуатацию тоже по решению суда. Повторимся, поразительное везение в судебных спорах. Не как на стороне господина Очкаса, сама госпожа Удача. И после этого нам рассказывают о детском садике на 80 мест. Вот он, оцените. А заодно детскую площадку. Для четырех высоток по 200 квартир в каждой. Благородство бизнесмена налицо. Сейчас судебные разбирательства набирают обороты. Спускать этот произвол нельзя. Также одновременно администрация подала исковое заявление в Анапский городской суд, где администрация просит суд применить меры по обеспечению иска в виде запрета Ковалям и иными лицами осуществлять строительные и отделочные работы на земельном участке с кадастровым номером 2163, то есть там, где должно быть вести строительство детского сада, где частично занята территория для строительства школы, также спортивной площадки. Также запретить Ковалю и иным лицам использовать земельный участок, захваченный земельный участок, запретить управлению Росреестра какие-либо действия, регистрации, отчуждения. Кроме того, материалы по захвату муниципальной земли направлены в правоохранительные и надзорные органы. В этом году исполнилось 190 лет со дня окончательного взятия русскими войсками турецкой крепости Анапа. До этого было пять походов и три удачных штурма, а также как минимум одна попытка самоутвердиться за счет жизни подчиненных. О героических страницах истории Анапы юным жителям станицы Анапской рассказали историки и краеведы. Идеальное место для крепости. Обрывистый берег в районе Малой бухты он поворачивает на 90 градусов. Почти отвесный склон продолжали стены. С двух сторон крепость была практически неприступна. После заката Боспорского царства на месте когда-то процветавшего города Горгипия образовалось своеобразное захолустье цивилизации, пока в 14 веке здесь не построили крепость Генуэзцы. Это была одна из крайних точек их экспансии. Уже столетия спустя набиравшая мощь Османская империя захватила крепость в буквальном смысле по пути. В 18 веке, когда Российская империя заявила о своих интересах в Северном Причерноморье, здесь появился мощный форпост, из которого поддерживался искусственный хаос в Кубанских степях и предгорьях Кавказа. Наступила эпоха русско-турецких войн. 190 лет назад, через несколько дней, это 12 июня, российский флаг взвился над крепостными стенами турецкой тогда еще крепости Анапска. Школьникам из станицы Анапска рассказывают о шести походах на крепость. В 1788 году стояла задача отвлечь противника от Крыма. Первый поход стал чем-то вроде разведки боем. На крепость посмотрели вблизи, прикинули мощь артиллерии, разведали дороги. Два года спустя генералу-поручику Юрию Бибикову захотелось, как пишут современники, славы, да и денег тоже. Узнав о неподготовленном походе, императрица Екатерина II предположила, что он, Бибиков, с ума сошел, держа людей 40 дней на воде, почти без хлеба, и учредила специальную медаль за верность. Интересно, что медаль единственной в мире не за викторию, не за победу, практически за поражение и за отступление, но сохранил при этом честь и достоинство русского воинства. Генерал Бибиков привел сюда не совсем сильный корпус и не совсем в удачное время. Во-первых, он немножко прозевал в первый момент, когда можно было турок потеснить, а на следующий день-два ударили такие сильнейшие морозы, полторы тысячи лошадей пали. Мы остались без конницы, а потом начали отходить, а потом оттепели. И из этого похода, в принципе, чуть ли не каждый третий воин наш был либо убит от черкесских пуль, которые преследовали, либо погиб от холода, от морозов. Через год после суда и отставки Бибикова, кубанские и кавказские казачьи корпуса под командованием генерала-поручика Ивана Гудовича взяли крепость штурмом, разобрали или сожгли все постройки и укрепления. По итогам Ястского мирного договора территорию вернули Османской империи и крепость восстановили. Весной от 1807 года, в ходе уже очередной русско-турецкой войны, крепостью владели десантники Черноморской эскадры, уничтожив за шесть дней все, что можно, захватив с собой трофейное оружие, они ушли. А еще через пару лет крепость сдалась почти без боя после высадки десанта. В 1812 году Анапу вновь вернули Турции. Летом 1828 года, в ходе уже очередной русско-турецкой войны, крепость перешла под контроль Российской империи. При этом штурме проявился талант, командный талант нашего знаменитого атамана Бескровного, как раз именно при шестом штурме. Прекрасно работал флот под командованием вице-адмирала Грейка. Было очень хорошо продумано этот штурм. По итогам Адрианопольского мирного договора к Российской империи отошли. Восточное и Северное причерноморье – часть территорий современных Армении и Грузии. Турция признала автономию Сербии, Молдавии, Валахии и Греции. Через 70 лет Анапа из зоны боевых действий превратилась в черноморский курорт, а ворота крепости, названные русскими, остались памятником всем, кто погиб здесь за десятилетия почти непрерывных войн. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапские волейболисты завоевали первые места в турнире памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани Станислава Фролова. Соревнования проводились на базе детской спортивной школы «Виктория». Всего в них приняли участие около 150 спортсменов из разных городов. Турнир по волейболу объединил девушек-юношей 2006 года рождения. Всего за победу боролись 12 команд. Все они показали высокий уровень подготовки. Но анапские волейболисты в очередной раз оказались самыми сильными. Финальную игру с командой из Курганинска завершили со счетом 3-0. Мне понравилось, как мы сыграли. Мне кажется, что Анапа всегда будет занимать первое место, потому что мы стараемся на тренировках, чтобы всегда играть на первое место. Это, конечно, будущее нашей Анапы. Шестой год рождения. Очень сильные девчонки. Так что у них все впереди. Вторые места у Астрахани и Курганинска. Третьи заняли спортсмены из Анапы и Новочеркасска. В каждой команде был награжден лучший игрок, связующий, нападающий и защитник. Независимо от результатов турнира, спортсмены получили возможность проявить себя и обменяться опытом. Очень мы довольны уровнем команд. Все команды одинаковые. Все очень интересно, здорово играют. Ребятам очень нравится. Сейчас каникулы проходят, поэтому они заинтересованы. По словам организаторов, турнир стал отличной подготовкой к дальнейшим соревнованиям. Уже 23 июня стартует первенство профсоюзов России. Анапа снова рассчитывает показать высокие результаты. Ольга Родина, Татьяна Филатова, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ